На это стоит взглянуть. Что получилось, когда я решил спать 4 часа в сутки? Наверняка вы задумывались, как было бы здорово, если бы в сутках было больше часов. Тогда у вас на все хватало бы времени – на работу, на увлечение, друзей и семью, или просто на полное безделье. Но довольно мечтать. Давайте вернемся к реальности. Единственный способ воплотить свою мечту – это спать меньше, но не превратит ли нас это в раздраженных ворчунов? Адми пообщался с мужчиной, который однажды решил, что сон для слабаков, и таким образом изменил свой режим, чтобы спать только 2-4 часа в сутки. Вот что он рассказал. Откуда взялась такая идея? Считается, что такие великие умы, как Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Сальвадор Дали и многие другие гении практиковали так называемый полифазный сон. То есть спали от 1 до 4 часов в сутки. По сути, полифазный сон – это такой паттерн сна, когда вы значительно сокращаете время сна ночью, но при этом позволяете себе вздремнуть несколько раз в течение дня по 20-30 минут. Звучит несколько безумно, но в итоге вы получите несколько дополнительных дней в каждой неделе. К тому же, быстрая фаза сна считается самой важной и длится как раз 20-30 минут. Именно в это время ваш мозг восстанавливает свою энергию и сбрасывает напряжение. Как и многие другие, я вечно испытывал нехватку времени. Каждый месяц я говорил себе, что начну регулярно ходить в бассейн, но вместо этого шел домой, ложился на диван и пялился в экран телефона или телевизора. Обычно я опаздываю на все встречи и откладываю важные дела на завтра, но в один прекрасный день я решил, что с меня хватит, и настала пора попробовать полифазный сон. Перед тем, как двигаться дальше, вы должны знать, что у полифазного сна есть несколько режимов. Если вы хотите испытать такой сон на себе, то можете выбрать из пяти стандартных режимов или предпочесть режим известных людей. Например, Уинстон Черчилль спал 6,5 часов в день, а Никола Тесла обходился двумя часами и 20 минутами. А еще вы можете последовать моему примеру и воспользоваться различными калькуляторами сна онлайн, которые создадут режим специально для вас. Мой режим сна представлял из себя следующее. 4 часа сна ночью и два 25-минутных перерыва в течение дня. Один после обеда и второй после рабочей смены. Вот как прошли мои первые две недели. День первый. Если честно, то эксперимент начался просто здорово. Я лег спать в час 30 ночи и проснулся в 5.30. У меня еще оставалась куча времени до работы, поэтому я наконец убрался в квартире и подготовил список дел на всю неделю. Чтобы следовать своему режиму, я принес маску для сна и беруши на работу. После обеда я нашел тихое место, где я мог бы расслабиться и вздремнуть. Но даже дома у меня никак не получалось заснуть в установленные 25 минут. Надеюсь, это изменится в течение следующих дней. День второй. Перед тем, как начать эксперимент, я пообщался с несколькими людьми, которым удалось приспособиться к новому режиму сна. Они предупредили меня, чтобы привыкнуть, потребуется несколько недель. А до тех пор, особенно в первые две недели, вы будете чувствовать себя как зомби. И именно это случилось со мной во второй день. Я чувствовал себя уставшим и эмоционально истощенным. День третий. К тому моменту для меня перестали существовать сегодня и завтра. Все дни превратились в одно большое пятно. Но зато мне наконец удалось засыпать в отведенные 25-минутные перерывы. Но лучше себя я после них не чувствовал. Я постоянно ловил себя на мысли, зачем вообще я это делаю? Мне просто нужно выспаться. От меня потребовалось невероятное усилие воли, чтобы продолжить эксперимент. День четвертый. Я с трудом различал мир вокруг себя. Если кто-то заговаривал со мной, то я просто стоял и смотрел в пустоту. Разговоры отнимали у меня слишком много энергии, поэтому мне было тяжело давать даже односложные ответы. Большую часть своего времени я проводил просто уставившись в небо. За первые четыре дня моя внешность также претерпела большие изменения и не в лучшую сторону. Я стал бледным. Глаза покраснели, а под ними образовались темные круги. Может быть, худшее уже позади и дальше будет лучше. День пятый. Я стал понемногу привыкать к новому режиму сна. Как только я закрывал глаза во время своей 25-минутной дремы, я тут же проваливался в глубокий сон. Я даже просыпался раньше срока и все равно чувствовал себя более-менее отдохнувшим. У меня образовалось много свободного времени ночью, поэтому я начал много читать и смотреть документальные фильмы. Так я узнал о бразильском племени пирохан. Представители этого народа не спят так же, как мы. Они позволяют себе только коротко вздремнуть на 20 минут, используя дерево как опору. Они верят, что ты можешь потерять себя во время долгого сна. Глубокая мысль, верно? Плюс они в принципе не любят спать. Это, наверное, их и спасает. Дни с шестого по седьмой. Наконец, я полностью привык к полифазному сну. Почти каждый раз после дремы я чувствовал себя выспавшимся, как будто я спал несколько часов, а не 25 минут. Рассеянность и усталость испарились, и я смог начать работать в своем прежнем режиме. Я успевал сделать больше, чем даже мог себе представить. Я читал книги и смотрел фильмы каждый вечер, и совершенно перестал пить кофе. Я уже не говорю о том, что наконец-то начал ходить в бассейн. Моя жизнь налаживалась. Дни с восьмого по десятый. Моя выносливость и изобретательность значительно улучшились благодаря тому факту, что мозг и силы вовремя восстанавливались. После полуденного сна я чувствовал себя полностью отдохнувшим и с легкостью мог найти решение проблемы, которое раньше мне не давалось. Все внешние признаки моей усталости также испарились, а цвет лица стал прежним. Мой эксперимент начал давать потрясающие результаты. Я отлично себя чувствовал и стал удивительно продуктивен. Дни с одиннадцатого по четырнадцатый. Я решил больше не придерживаться определенного режима сна и просто позволил своему телу самому выбирать лучшее время для отдыха. И чувствовал себя отлично. Я также решил проверить возможности своего организма и начал спать ночью все меньше и меньше. Оказалось, что двух с половиной часов ночного сна мне достаточно, если я сохраняю свои дневные перерывы на сон. И если мне захочется спать ночью еще меньше, то все, что мне нужно сделать, это добавить дополнительный сон днем. И все. Именно так я теперь и поступаю. За и против режима полифазного сна. За. Номер один. Продуктивность. Теперь я могу выполнить все свои дневные дела до обеда. Собственно, к этому мы и стремились, верно? Мне стало гораздо проще решать любые проблемы и исполнять все мои задачи. Номер два. Больше никаких будильников. Я заметил, что стал просыпаться до того, как зазвонит будильник. И я больше не ворчу на него, как раньше. Я бодр и готов приступить к своим делам. Номер три. Здоровая еда. Засыпать на полный желудок было тяжело, поэтому во время эксперимента я питался в основном легкой и натуральной едой. Результат был очевиден. Чувство тяжести в моем животе пропало. Я стал более активным и даже сэкономил. Буду придерживаться такого питания и дальше. Номер четыре. Больше спорта и книг. Когда я стал тратить меньше времени на сон, у меня появилась возможность работать над собой как физически, так и умственно. Я прочел книги, которые давно хотел, и начал посещать зал и бассейн. Благодаря этому я стал болеть реже, а чувствовать себя энергичным и полным сил. Против. Номер один. Все дни сливаются в один. Мы привыкли думать о сутках, как о череде закатов и восходов. Но с полифазным сном дни превращаются в один непрерывный поток времени. Однако восходы и закаты – это всего лишь сигнал, чтобы засыпать и просыпаться, не более того. Номер два. Больше никаких вечеринок. Наверное, во время эксперимента я стал более серьезно и по-взрослому относиться к своей жизни. С тех пор я больше не позволяю себе отрываться с друзьями на вечеринках, не говоря уже про алкоголь. Он полностью рушит весь режим. Но мне кажется, продуктивность требует жертв. Номер три. С точки зрения здоровья такой режим не для всех. В начале эксперимента значительные перемены режима сна оказывают плохое воздействие на нервную систему и кровообращение. Будьте осторожны. Изучите вопрос в деталях перед тем, как начинать. Мои выводы после эксперимента. Если ваша жизнь превратилась в один большой список дел, за которыми вы не поспеваете, то, возможно, полифазный сон как раз для вас. Шутки в сторону, я стал значительно продуктивнее, и у меня появилось свободное время для того, чтобы делать все, что я хочу. И даже больше. С другой стороны, вам может быть трудновато, потому что весь остальной мир живет по другому расписанию. Ваши друзья и близкие могут посчитать вас странным, когда вы отказываетесь пойти с ними на вечеринку или просите поставить фильм на паузу, пока вы не сделаете перерыв на сон. В любом случае, выбор за вами. Если такие кардинальные меры не для вас, не волнуйтесь. Существует множество других вещей, чтобы улучшить собственную продуктивность. Во-первых, когда вы заняты, отключаете телефон. Может, это звучит и глупо, но телефон серьезно отвлекает. Вначале вы ответите на одно сообщение, потом прочитаете новость, и вот вы уже сидите в Инстаграме, разглядывая фотографии какой-нибудь знаменитости. Или спорите в Твиттере по чьим-нибудь постам. Просто отложите телефон или включите авиарежим. Поверьте, ваш уровень продуктивности значительно вырастет. Во-вторых, перестаньте ждать подходящего момента. Если вы хотите что-то сделать, делайте. Все препятствия только вам, в вашей голове. В действительности это совершенно не важно, когда вы начнете, в понедельник или в четверг. Но что по-настоящему важно, это сколько труда вы вложили в ваше дело. Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание. Это беспорядок на столе. У вас не получится быстро выполнить работу, когда вы ничего не можете найти. Сохраняйте порядок, и вы заметите разницу. Также проанализируйте круг своего общения. Ведь он накладывает отпечаток на вашу жизнь. Старайтесь держаться подальше от негативных людей, которые находятся в депрессии ради депрессии. От них вы не получите ни хорошего энергетического заряда, ни вдохновения. Вместо этого они будут постоянно критиковать ваши идеи и заставят вас сомневаться в себе. И, наконец, научитесь говорить нет. Это волшебное слово должно быть знакомо каждому. Не перегружайте себя задачами, до которых вам нет никакого дела. Цените свое время и тратьте его на то, что делает вас счастливым. А у вас есть собственные советы, как сделать себя более продуктивным? Расскажите нам в комментариях. Не забывайте нажать лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Может быть так вы найдете человека, который захочет попробовать режим полифазного сна вместе с вами. Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к Адми.